24 июня 15 тысяч хабаровчан не обедали дома. В этом уверены не только средства массовой информации, но и специальная комиссия, которая регистрировала рекорд книги Гиннесса по поеданию ухи. Авторское блюдо от шеф-повара Вячеслава Шпорта все желающие могли попробовать на набережной стадиона имени Ленина. Как прошло это мероприятие, а главное зачем, спросим у одного из его организаторов, руководителя ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрея Веретенникова, а также узнаем фирменный рецепт хабаровского блюда. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Что это за идея, зачем проводятся подобные мероприятия? Ну, все похожие мероприятия, они в нашем регионе, в нашем городе с вами, они проводятся с двумя целями. Первое, это все-таки помочь нашим предпринимателям популяризировать свою продукцию, показать потребителю, как она выглядит. И такой задачей номер два, это является вывод этой продукции на экспорт в соседние страны. Ну и самое главное, это все-таки сделать так, чтобы в нашем городе, в нашем регионе такое вот количество мероприятий, качественных мероприятий росло. Первая цель, о которой вы говорили, это такой намек на наш выбор 27, ярмарка, которая там проходила. Да, конечно. Именно сам проект наш выбор 27, организованным правительством Хабаровского края, он направлен на те задачи, которые сказал я. Именно то, чтобы все понимали, что такое наш выбор 27 и ту продукцию, мы должны ознакомиться с ней. А вторая, это именно услышать тех предпринимателей, которые предоставляют эту продукцию, услышать их мнение, как бы они хотели ее предоставить, какие у них есть проблемы. И, собственно, все это реализовалось на нашей выставке, ярмарке. Но если мы говорим про саму уходу, мероприятие о равнодушном населении не оставило. Вы, кстати, ознакомились с отзывами в соцсетях? Да, конечно. Мы с удовольствием наблюдали и за положительными, и за отрицательными. Поэтому мы очень рады, что наше мероприятие настолько было сильно освещено, и количество людей задействовано в этом. Я не могу вспомнить, чтобы за последнее время что-то еще так обсуждалось. Ну, тогда немножечко ложечку дегтя. Первое, что мне бросилось в глаза, это были недовольства по поводу очередей? Ну, на самом деле, что касается очереди, вопрос был самый главный – безопасности. У нас не было на самой площадке каких-то жалоб. Необходимое количество людей нам было в районе 13 тысяч. Мы были готовы к этой цифре. Но, как говорится, посчитали по тарелочкам, и выясняется, что людей было более чем уже 18 тысяч. И все было организовано качественно. То есть частные охранные предприятия, сотрудники полиции, сотрудники национальной гвардии, и так далее, даже не понадобились, потому что именно нами, организаторами, было сделано так. Знаете, как в международном аэропорту мы сделали специальную территорию доступа, через которую медленно проходили. Но, тем не менее, мы планировали за 10 секунд обслуживать одного человека, выдачу ему ухи, а мы это делали за 4, максимум 6 секунд. Молодцы. Вы сказали, съели больше, может быть, кто-то попросил добавки. Может быть, кто-то попросил. Конечно, сложно было отстоять очередь еще раз. Но специально мы сделали семейный вариант, придумали разносики, на которые ставили по 2-3 порции, потому что приходил папа, говорит мне, моей жене, моему ребенку с коляской. Все это было очень удобно, и все было реализовано. Еще одно мнение, это что в один день в Хабаровске было много событий. Школьники не успели оправиться от выпускного, в Кварталы день молодежи праздновал Хабаровск. Что еще? Дискотека 90-е, в Краске Холли и Уха. Я расскажу предысторию. На самом деле данное мероприятие готовилось более чем уже за год. Мы первоначально планировали это мероприятие подвести к Дню России, но в данные дни проходили мероприятия, связанные с юбилеем города Комсомольска-на-Амуре. Организаторы, в принципе, все одни и те же. Чтобы мы не разрывались, мы перенесли чуть позже. Мы не знали о существовании мероприятия, которые проходили в этот день еще. Может быть, мы чуть-чуть забыли про выпускные, но на самом деле от этого была лишь польза. И все те мероприятия, которые проходили параллельно, они вечером все встретились у нас на набережной. А вы планируете повторять это мероприятие? Это может стать таким событием для туристов в том числе? Вот как во Владивостоке праздник Раба. Конечно, конечно. Мы еще одна цель, это все-таки гастрономический туризм раз. Мы планируем это делать каждый год. Я скажу больше, это уже будет даже обязанностью, прописанным положением и подписанным губернатором. Поэтому другой вопрос. Может быть, мы будем это делать два раза в год? Вопрос ведь не в том котле, в котором мы приготовили громадное количество ухи, а именно в самом мероприятии. В самом мероприятии, которое понравилось всем. И был некий лингвистический подвох, который даже заметили блогеры. В названии, в заявке на рекорд написано «Хабаровск, уху, ел». Может, это нужно было заранее как-то предусмотреть? Мы даже не собирались ничего предусматривать заранее, потому что этот хэштег мы придумали, наверное, мы его придумали, потому что никто не знал о существовании. Где-то полгода все было в каком-то большом секрете, потому что мы боялись срыва мероприятий. Вы на тот момент увидели эту игру слов? Конечно, игра слов. Но любой человек с образованием от 10 классов и выше понимает прекрасно, что сочетание этих слов может создать какую-то провокацию, в то же время какой-то дополнительный пиар. Очень много различных хэштегов, можно это продолжать. Но данный хэштег, никто не имеет против него, ничего против. Он существует уже несколько лет. Те же блогеры, обсуждая, показали, что эта история уже длится очень давно. Зато запоминается. Конечно. Какие положительные отзывы были? Положительные отзывы были, ну, первое, никто не подозревал, что такое количество людей может быть накормлено. Второе, это само качество приготовления. Ведь готовили не столько лучшие, сколько качественные повара. Их было 16 человек, это все наши кафе и рестораны, которые прошли какой-то отбор. Все это нами было контролируемо. И то отношение к людям, которое прошло, ну, я считаю, оно тоже было качественным. То, что среди вот этих пару десятков тысяч людей не было людей, которые там высказывали какие-то негативные отзывы, либо люди, которые были в каком-то там неадекватном состоянии, таких не было. Это говорит о том, что Хабаровск, Хабаровск край, вся нация России, в принципе, она оздоравливается, и у нас есть большое будущее. Увы, мне не удалось попробовать уху, я снимала в этот день День молодежи. Что она из себя представляет? Как она готовится? Поделитесь рецептом. Вы знаете, это очень такой трудоемкий процесс. Во-первых, у нас было две репетиции. Мы их делали ранней зимой, мы их делали ранней весной, специально для того, чтобы температура была ниже. То есть, это, знаете, это как бегать в бронежилете, потом его снять и пробежать быстрее. Принцип был такой же. У нас изначально для... Ну, у нас все хорошо с амбициями, манией величия, поэтому давайте рекорд сделаем в России, давайте еще и гимнесса. В принципе, никто этого раньше не делал, но это если говорить об амбициях, если говорить о качественном продукте с соблюдением всех санитарных норм и правил, технологий приготовления и так далее. То есть, эта история должна была быть закончена на 3150 литрах, должно было быть накормлено 13 тысяч человек. Фактически получилось на 600 литров больше, то есть, это 3750. И официально мы накормили 15 тысяч, неофициально по количеству тарелок розданных это было более чем уже 18 тысяч. Их уже никто не считал. Мы два раза брали, привозили ложки. И так далее. Довозили, да. Так все-таки, какой рецепт, какая рыба используется? Что это такое, когда головешка горячая окунается в бульон? Конечно. Существуют какие-то обычаи, существуют какие-то традиции. То есть, конечно, есть секрет губернатора с пользой ингредиентом. Самый главный секрет и наша обязанность по его распоряжению, это была та самая уха, которую готовят охотники и рыбаки. Это уха одна к одному. То есть, количество ухи должно быть ровно пропорционально делиться на количество воды и количество ингредиентов, загружаемых туда. То есть, это рыба и так далее. То есть, все уже знают, что мы использовали лука 250 килограмм, картофеля 300 килограмм. 56 килограмм укропа вообще в голове не укладывается. Если бы это был сушеный укроп, в нашей с вами студии он бы даже не поместился. 32 килограмма соли на язык вообще никак в голову не лезет, потому что многие это обсуждали. Фактически, это было все вычислено идеально. Мы для самого бульона использовали касатку и карася. То есть, все прекрасно понимают, что для навара, для бульона он необходим. То есть, это где-то в районе 600 килограмм мы его загрузили. Все это было в специальных мешках приготовлено. На цепях все это подняли, убрали. А уже сазан, ленок, сик, верхогляд, щука и осетр они были использованы для основы, для самой его тухи. Андрей, предлагаю быстренько сыграть в игру. Ассоциация, назовем ее так. Я называю блюдо, а вы страну. Супраман. Япония. Кукси или чимчи, или кукса, чимча. Плов. Узбекистан. Шаурма или шварма, шаурма. Тут можно через запятую страны Азии называть. Поэтому Узбекистан, Киргизстан и так далее. К чему я это все? Гастрономический бренд Хабаровска. Мы ищем, очень часто предлагают папоротник. Ну, кто, вот многие ли люди едят папоротник ежедневно в нашей жизни? Как вы считаете, уха может стать? Конечно, обязательно. Любые блюда из рыбы, любое использование икры, и папоротники, дикоросы, и особенно наш дальневосточный мед, это те самые ингредиенты, это самая продукция, о которой мы говорим на всех площадках, в том числе и за границей. Именно данный продукт охарактеризует нас, Дальний Восток, и нашу гастрономическую культуру. В этом нет ничего плохого. Андрей, большое вам спасибо за информацию. Я вам обещаю, что в следующий раз мы обязательно тоже попробуем уху. Рекорд-то мы поставили, кстати. Самое главное, что рекорд мы поставили, первые документы на рекорд Гиннеса, и мы ждем сейчас результатов. И мы тоже будем ждать. Все, спасибо, до свидания. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова